Ну, доброго времени суток, дорогие детишки. Как можно догадаться, вторая неделя о Лиге Исследователей, а именно Ульдаман, который был инстанцем, насколько я помню, в этом Варкрафте. Я его помню примерно не как этот самый Ульдаман, поэтому хер его знает, что там, или что это за Ульдаман? Я не помню, короче, совершенно. Или это... А, не, Ульдаман это... Ну да, строгами, оно было сначала на 40-го счета левел, по-моему, его потом ревампнули. Что-то в этом роде, хер его знает, я ни хера не помню. Не важно. Поскольку свой видосик я выкладываю ближе к концу недели, то это имеет свои не иллюзорные плюсы. Я имею в виду перед тем, как они покажут нам третье крыло. Ввиду того, что эти боссы, которых я уже победил, естественно, в героическом режиме, унылые. И, возможно, у кого-то с ними были проблемы. Возможно, кто-то их даже еще до сих пор не убил. Всякое бывает. Но ввиду того, что там очень много RNG. То есть RNG-зис должен быть конкретно на вашей стороне. То бишь много тупого рандома. И вообще, в целом, вторая неделя и второе крыло... Лично мне кажется, что унылое говно. Пардон за невольные стихи. По сравнению с первой. Первая была гораздо интереснее, прямо скажем. Что касается... Единственное, что мне понравилось, это вот второй босс на этой вагонетке дурацкой. Но он мне понравился не тем, что в нем происходит, а как это сделано больше. Поясню. То бишь... Сам факт того, что не надо собирать свою колоду, это прекрасно. Вот в таком направлении следует двигаться. Компания Метелица и далее. То есть чем больше будет таких боссов, в идеале я бы хотел увидеть целые крылья боссов, где не надо самому собирать свою колоду и сделать такую вариацию потасовки. По сути дела. Потому что в потасовке тоже частенько не надо собирать самому колоду. Вот так надо делать. Я считаю, что вообще целиком все приключения в дальнейшем должны именно по такой схеме строиться. Не обязательно, чтобы это было там... Продержись там 10 ходов и так далее. Но чтобы не надо было самому делать свою колоду. Во-первых, это помогает тем игрокам, у кого нет достаточного количества карт. Если какая-то сугубо специфическая колода побеждает того или иного босса, например. А другие вообще этого не могут сделать. То есть если там задействованы всякие легенды и эпики, то у многих людей, особенно у тех, кто недавно начал или сейчас начинает играть в этот долбанный хардстоун, у них просто может не оказаться таких карт. Поэтому это плюс для них. Это плюс по времени. Я не хочу сидеть полдня и думать, как мне собрать мою колоду, чтобы пройти очередного мудацкого босса. Как эти двое. Первый и третий. Полностью на всю башку упороты и говно. Ну, короче, это польза всем. Оно интереснее, оно дешевле в плане карты. Ну и делать ничего не надо. Заходи и играй. Так что в таком направлении надо двигаться. Но конкретно эта колода, которую нам предоставили в этот раз, она упоротая на всю башку и мне совершенно не понравилась, ввиду того, что от вашего скилла вообще ничего нахер не зависит. Надо просто, чтобы вам повезло. Что же касается первого и третьего босса, то мне таки пришлось на первого босса сделать свою колоду. Ну, то есть, может быть, конечно, какая-то базовая колода побеждает его. Ну, базовая. Я имею в виду из тех, которые играют в ладдере сейчас. Я не проверял и желания такого совершенно не имею. Поэтому я сделал колоду, которая, как мне кажется, должна его бить по лицу. И со второй или с третьей попытки она это сделала довольно непринужденно. У меня, по-моему, в конце даже 30 жизней осталось. Это, как несложно догадаться, воин, в котором всего всех карт по одной. И здесь я использовал Рена Джексон, о котором мы получаем в первую неделю. Я вроде как, насколько понимаю, в ладдере существует через контрольного воина колода, в котором он лежит, да, типа. И вроде как она хорошо играет. Но я сам не слежу сейчас за ладдером совершенно. Поэтому, может быть, она не настолько хорошо играет, как я про нее слышал. Но суть в том, что Рена Джексон и там используется. И, по сути, эта колода является вариацией контрольного воина того же самого. Тут, конечно, довольно не кислый легенд. Но, конечно, стоит мне один раз не отключить телефон, чтобы записать кошерный видосик, и кому-то немедленно надо взять и позвонить. На чем я остановился? Я сбил с мысли. Не суть важна. Главное, что эта колода по итогам является вариацией контрольного воина. И всего практически, как, опять же, я уже говорил вроде, здесь по одному из-за Рено Джексона. Но всего, что здесь два, это защитницы, что вполне необязательно, можно и одну использовать. Я не знаю, можно положить какую-нибудь шнягу. Например, топор. Топор очень помогает вначале. Можно так сделать. То есть топор вы все равно хотите видеть вначале. Если он у вас на старте в руке, тогда, значит, соответственно, в колоде у вас остался всего один. По сути, есть три карты, которые вы хотели бы видеть вначале. Это Секира, это Вестник Рока. В идеале, самое лучшее, что может случиться... Нет, не то. Это если второй ход поставить Вестника Рока, а у него не окажется этой херни, которая меняет Power Tuffness всех. Всех существ. Собственно, в чем состоит основной мударский рандом этого босса. Сова, кстати, тоже неплохо вначале работает. Ну, и для тех же целей. Мастер брони, раздражатор. Меня, кстати, бесят, раздражают боссы, которые начинают игру с каким-нибудь говном на столе. В данном случае он, ну, как вы, наверное, уже видели, начинает с 3-5 трогом и 2-3 трогом, которые разрастаются из-за того, что с пылы я играю. Что, конечно, неиллюзорно доставляет ему, и не менее неиллюзорно подрывает пукан мне. Такие прибруды у меня бесят, если так откровенно говорить. Блин, я хотел бы видеть других боссов, которые сложные не потому, что у них какое-то говно в начале игры, а у них просто, блин, преимущество там 10-15-20 жизней передо мной, блин, да, типа. А потому что у них там какая-то интересная способность или колода интересная. Ну, не суть. Плюс, по-моему, у него там секреты есть, которые по лицу чаще всего получается так, что по лицу выносят 5 булок, когда вы используете способность героя. Поэтому Мистик Кизана один. Ну и в целом, как, опять же, скорее всего, все видели, у него через ход получается. Каждый второй ход существует, стоит сколько стоит, сколько на них маны написано. А с пылой стоят 11 маны. А каждый нечетный ход, соответственно, заклинания стоят столько, сколько они стоят, а все существа стоят 11 маны. Соответственно, играть вы их не можете никак. Потому что монетки у вас нет. Поэтому сам собой напрашивается вывод, что существа в идеале должны бы быть с четным мана костом, а с пылой, соответственно, с нечетным. Но это не особо релевантно со многими существами, как исцелятор или зарегатель. Им пофиг. Ну и поганщик тоже. Поэтому на это сильно акцентировать свое внимание не стоит. Но главное, что вы хотите, опять же, увидеть, это Вестник Рока или Огненный Секиру. Лучше всего Вестника Рока. А лучше всего и то, и другое. Потому что иначе вы слишком много выхватите по лицу, и будет весьма больно. Кстати, зло у надсмотрщиков вполне возможно стоит выкинуть, потому что я пока не... Я его положил туда, чтобы комбить с опытным охотником, но пока что у меня таких ситуаций не возникало. Поэтому... Такие дела. Ну, короче, не суть важна. Сейчас все увидите, а то слишком много разговоров. Что касается третьего босса, то я его победил вполне себе обычным паладином. Которого вы уже видели, секретным. Секретный паладин более чем прекрасен. По-моему, тоже со второй попытки я его победил. Но там тоже банальный рандом. Либо он сразу же выстрелит на стол две кричи 3-8, либо нет. Да, то есть у меня был расклад от Хранительницы Тайны два секрета хороших. Типа самопожертвование и отомщение, по-моему. Что привело к подрыву по каналу боссов, и он так и не смог ничего сделать никогда. Я просто засрал весь стол существами, чтобы он своей статуй мудацки не пихал мне, куда мне они нафиг не нужны, не уперлись. Ну и, в общем, таким образом он без затей умер. Ну и вот. Соответственно, сейчас мы будем посмотреть три игры, которые я сейчас запишу. Потому что я этого еще не делал. Тем не менее, на сегодня все. Шарьте лайк, эти видео, оставляйте ваш шитбэк в нашей книге для жалоба предложения. Наш секс для комментов внизу. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч в эфире, после того, как вы три игры посмотрите. Граждане. Этот босс тупое прульное полено. Я его почти победил, но, блин, он топдекнул сраной херню, блин. Козлина. Ну и, опять же, бесит, что от меня ничего не зависит. Абсолютно. Ну, в той партии вообще ничего не зависело. Я играл настолько хорошо, насколько смог. И вообще пофиг. А, ну, начало зато более-менее неплохое. Причем у меня тому было очень хорошее начало даже. В том плане, что я на второй ход поставил этого 0,7 мудака. 0,7 мудака, и он всех убил. Что не может не радовать. Сова, это неплохо. Но мы получим по лицу конкретно. В идеале, конечно, дожить до 6-го хода, так, чтобы ничего особо плохого не случилось. Окей, силу героя мы не можем использовать. Что меня несколько печалит. Меня несколько печалит еще и то, что здесь... Что нету... Нету, что сыграть на следующий ход. Кроме совы. Что не оптимально, естественно. Сейчас может быть что-то неприятное. Например, вот этот мудак. И у меня опять останется очень-очень мало жизней. А, ну ладно. Это уже лучше. Ну это мне... А, ну следующим ходом потасовку, да, можно сделать. Некоторым образом мне это все-таки помогает. А он решил по лицу мне бегать. Прекрасно. Хотя бы немножко армора можно заработать. Ну пока живем. Надеюсь, еще мой выживет, потому что будет тогда неприятно, если нет. Нет. Ну ладно. Этот 3-6 мудила, это не самое плохое, что могло случиться. А-а-а, сука, как ты бесишь. Ну ладно. Все равно мы все еще живем. Не сильно хорошо, но живем. Да, я так и думал. Ты тупой мудак, конечно, я тебе так скажу, блин. По секрету. Нахер, иди ты. Нахер, иди ты. Я не помню, что у него есть колоди, поэтому нахер, иди ты. Сейчас я могу стриггерить эту ловушку, и ни в чем себе не отказывать, по большому счету. У меня останется 7 жизней. И у нее нет ничего, что может меня убить на 7 жизней. Потому что эта ловушка меня конкретно начинает раздражать. Да, надо ее убрать. Чтобы потом не было мучительно больно. То, что варианты есть. Как мне может быть мучительно больно. Окей, это неприятность, мы переживем. Да. Жалко, что... Ну, я мог, конечно, этого сыграть. Наверное, может так и стоило сделать. А эту дуру сыграть на 10-й ход, чтобы 2,4, 6 армора получить сразу. Ну ладно. Окей. То есть, ну, неприятно, конечно. Ничего страшного. Ничего страшного. Пока что. Пока что ничего страшного, блин. Ну, все зависит, в принципе, от того, что мне дальше будет приходить. Я бы не отказался хил получить. По-моему, у меня сейчас по одной карте всех в колоде осталось. Насколько я понимаю. Окей. Я думаю, так сойдет. Сука, я так и знал, как он бесит. Но это хотя бы мне в лицо не полетит. И кого ты мне сдашь, эту порошку. Окей. Блин. Спасибо. Идиот. О, прелестно. Ну да, это по-любому сюда. Это мы по-любому сыграем. Три, шесть остается, десять, это год, три, пять. Нет, не убивает. Одной карты не убивает, ему нужно две. А, девять. Ну, в любом, пять, восемь, все равно не убивает. Ииии... Посмотрим. Пока что мне это никак не помогает. Был бы неплохо, либо олег сразу поднять, либо... Либо я не знаю. Что-нибудь полезное. Хотя... Ой. Огар. пока в принципе все не так же плохо 6 ему все еще нужно две карты чтобы меня с одного удара ушатать я просто вниз и как наставить с другой стороны просто чихот я все равно не поставлю да похер ему все еще все равно две карты даже если на это как-то убьет нет теперь ему одной хватает пока 4 херню какую-то сделал ну я там нет не там они я еще живут пока еще живу если стрельбы никакой нет конечно это не стрельба да я чё-то не чё-то я не рассчитал блин что же не на руках то тогда наверное одна из них поменять местами существо ну эти херню короче а вторая хер знает что понятия не имею что там у него может быть терпимо а ты не хотел бы например нахер пройти но я думаю я я думаю я успею отличиться через ход учитывая что у меня силы героя дает по более чем это конечно неприятно о рено джексон но на этом этапе я должен по-любому отличиться куда он там я даже не побегу потому что смысл да и мне вообще миллионы отличий всякий так и так тебя то я и ждал скотина да сдается мне там у него сдается не у него по-любому херня у да ты холодный как айсберг в океане парниша у него разворот существ как пить дать на руках но так значит я все-таки затупил где-то а что же мне еще не приходило брал я играл топор я вроде играл или это было в прошлой игре блин я запутался ну ладно пофиг у него в любом случае нет шансов меня сейчас убить так просто по крайней мере ему нужно делать дела чтобы ну короче я не знаю что ему нужно чтобы меня за ушатать с одного раза через эту херню я имду через раздражатора что же не здоровал то а вот этого мудака я не здоровал факт точно слона то я и не приметил как говорится ну ладно в общем то ничего страшного остался как мало кстати надо надо начинать уже убивать вот ты сыграешь долбанную секрет какой-нибудь я ты ты до этого все время их играл блин а теперь не хочешь тварь у меня еще осталось там алик сразу я играл по моему уже да что у меня еще осталось еще одна защитница ты короче как-нибудь справимся на крайняк этого мудака поставил эту неприятность мы переживем парниша а еще сельванос осталось но в общем то как несложно догадаться он здесь уже реально холодный как айсберг океане насколько я понимаю сделать он может примерно ничего да 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 это тебе никак не помогает он и на руках не держал окажется шоу на руках то держит пойди узнай блин пойди узнай их получат длинный правда сука видосик потому что там разглагольствовал начали она врыла и плюс из то что игра первый босс точно длинная игра будет у всех скорее всего по крайней уверенности выигрывать контролем но я я затрудняюсь представить какие агро колоды могли бы его победить но возможно вы смогу сможете как-то я даже не пробовал поэтому вот такие дела вот так примерно это и делается а следовательно переходим ко второй игре а сейчас мы глянем на 2 босса в котором от вас зависит примерно ничего и рука моя говно хотя бы спасибо на том что вот так это все появилось уныло ну типа блин спасибо что они такие тут тощие все в идеале хочется конечно вот этот вот больше вот две такие да именно таких 2 фактически все во что упирается это это битва это вот сможете ли вы поднять одновременно два бума который три булки всем делать потому что вы хотите избавиться в какой-то момент вот от этих 66 мудаков для невозбранно но не сейчас я это сделаю не сейчас тусун экзекутус я сейчас получу немножко по лицу и стану ближе к выходу но 68 булок это как бы пофиг тем более отличка есть на них нет смысла реально тратить что это за днища если я еще один бум с дрову я не знаю сколько в колоде понятия не имею если я еще один бум с дрову и тогда тогда возможно я всех взорву может быть и нет много вариантов есть сколько я выхвачу 14 мне останется 8 ну и пофиг даже не знаю следующий ходу может ровно суп тупо окей посмотрим что он сдаст нам да я так и думал что именно этих мудаков окей 1014 все еще на столе прекрасный выбор я считаю а если так то 8 на столе что-то как-то слишком просто я просто сижу и думаю как это изящнее сделать нет хорошо и вы просто он обычно призывает этих 66 мудил столько чтобы ли можно охереть просто давай так например ну или ну этих тоже он может да попризывать немножко если обзор вы так это так у нас 12 14 16 дамага на столе что мне это вообще дает глобально предположим предположим так да вот этих я хочу видеть еще если они там есть они там есть прекрасно сейчас мы выхватываем бы лицо все убиваем в любом случае скучно бумов что я два их здравого больше их не видел он их больше не видел если он сейчас еще и 66 мудил не призовет то вообще будет идеально не остался один подпись как разорваться а я могу даже прямо сейчас выиграть таки так мы и сделаем два бума вам нужно а потом вы будете крутить вертеть его как хотите на своем металлическом хиру соответственно приходим к третьему мудаку блин эй-эй разумеется блин я его победил еще раз первой же попытки блин ну конечно же забыл нажать кнопку записи как как дятел прелестно а можно еще один секрет чтобы у меня сейчас шоколад шоколад не виноват нет но это херня конечно на в общем этот босс печалит меня на самом деле потому что все упирается по сути в то насколько четко и быстро вы сможете убивать эти статуи мудаке и насколько четкий и быстро у него расклад у меня расклад прекрасен чуть более чем полностью на текущий момент ну и плюс конечно вы не хотите чтобы количество статуй доросло на столе до 10 потому что если вдруг такое случится его идеальный распад кстати аптечка если вдруг такое случится то то что то все херня а тогда он взорвет вам все статуи в лицо вы разумеется хотите хотите хотели бы этого избежать свой стол естественно контролировать следует насрав как можно больше своих кричей в данном случае вот эта хрень очень сильно хорошо помогает как я там призы в бой очень круто отлично мы избавимся от одной статуи а может быть даже так что у нас получается все убить мы можем как-то так это уничтожает существо по-любому но пока что так предположим я так думаю я пока что не хочу ничего терять я хочу сдать какой-нибудь другое существо дни это желательно ну а первая часть плана уже выполнена свой стол мы засрали и всего три статуи что эквивалентно 9 урона но с этой учитывать если сразу же тот будет 12 12 это не 30 как известно поэтому поэтому успех судьба его предрешено по большому счету я надеюсь правда еще ничего не решено зато у меня появилась кричи который теперь можно сдать случае чего так что медленно и печально мы будем пинать пока что нибудь не случится прекрасный выбор шикарная композиция ну нахер иди да 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 я знал что ты это сделаешь правда у меня к сожалению будет одна статуя но одна статуя это еще не конец света но все равно он еще может всякие чудеса неприятные сделать поставить там 778 элементария защиты но с провокацией как вот он она получит два выбрала кстати в натуре а вот и он кстати но это пофиг это пофиг я даже что приказать наверно так сделаю чтобы мы жизнь медом-то не казалось колода то у него кстати довольно унылая в том плане что убивать ему особо нечем кроме вот этой взорвать статуи и вот этой херни но если он выходит упал и поздно достаточно кстати у меня от этого говна избавиться кстати есть интересный интересный вариант тактики типа вот за за сайленсить это совой и оставить на столе чтобы у него в начале игры чтобы у него больше меньше места было для статуи возможно это поможет вам выжить конечно тогда остается вариант плюс 3 плюс 3 провокацию сделаю да что естественно вы хотите избежать в идеале но зато ну короче может иногда имеет смысл рискнуть вот в это в этот раз мне это не нужно делать разумеется то что у меня и так все зашибись он меня убить уже вообще в любом случае никак не может единственное что им поможет это если я каким-то образом мне придется сдать всех своих существ например вот она мне не придется на привет сериан так мне нужно два места освободить это будет раз не туда не туда это будет два приказания не туда не туда ничего страшно ничего страшного очень лошара он тупой главное чтобы он я даже не знаю надо вот такую херню умеет делать скотина ну на тире он у тебя в обратку тварь я не знаю сколько у него этих замешиваний я видел как минимум два за одну игру возможно у него их больше первые разы когда я просто не играл я это эту хрень вообще не видел а тут он вторая игра подряд и и вторую игру подряд я выигрываю и он вторую игру подряд играет эту хрень прелестно а неплохо кстати а вот и появился способ как избавиться от вот этого говна а я могу и все и так пучком все и так пучком как мы хотим это сделать так чтоб кошерно можно вообще оставить этого будня хотя не я не хочу никого оставлять то что плюс 33 там как то вот так получается кейм их верно настало время выхватить стой рано выхватывать ну можно вообще не выхватывать можно вот так например сделать иди нахер я вообще не считал наверное я его убивал я просто так увлекся очисткой стола что блин даже не смотрел что там ухты у него кассы есть а я не знал теперь знаю а знание это половина дела падла ты конечно так и знай надо да это тебе не поможет надеюсь сейчас всякое может случиться я реально не знал что у него есть волна огня в колоде кто мог подумать правда главное чтобы он тиреона не замешал никак колоду так 300 то это идея дамага я пока что не умираю в идеале лучше полного убил тогда я стабильно должен выиграть но я вообще надо было блин зал бы прикуп я не знал просто реально есть у него это он не знал если не эта херня или нет ну волна огня если бы знал блин точно бы точно был убил его нахер тот ход блин но очень-то неважно очень сильно похоже на то что он и так холодный как асберг океане лучше конечно так не тупить не хочу можно было конечно оставить ему три жизни на случай если он этого мудака замешает а он может потому что здесь карта мне 4 на руках ну и нахер я и так его убью у меня плюс 11 все получит и хватит этого вполне соси херму дела вот и умри в огне моей ненависти но это было близко из-за того что я тут убил это спасибо что вернул мне стартует а у нет у него нет flame strike он flame strike с этого мудака наверняка получил я не прочитал там было это написано или нет но это были сто пудов он с этого мудилы получил блин падла вот же скотина тупая так и знай блин умри в огне моей ненависти я посмотрю чё за мурлоки короче босс говно главное не тупить и и надеется что вам фартанет вот на я это делаю специально данных и суши на тот случай я его как бы уже убил даже если он мне сейчас добьет типа мне похер я не буду перезаписывать естественно я просто уже фигней страдаю я уже убивал камера от и умная смотрю не чтобы сделать наоборот не хочешь как хочешь я сделал все что мог для тебя чувак чтоб ты выиграл а а ты не стал потому что гордый очень ну тогда нахер в общем на сегодня все граждане